А вот теперь смотри, для увеличения выразительности. Попробуй просто применить штриховку, часто штрихуешь вот в этой плоскости. А попробуй в перпендикулярной плоскости. Вот смотри, несмотря на то, что работаешь очень аккуратненько, но все равно направление штрихов видно. А если ты его перекрыл перпендикулярно, то у тебя оказывается просто штриховное поле. Понятно, что я делаю сейчас? Давай. Давай. Давай посмотрим. Ну что, очень неплохо. Очень неплохо. Попробуй плюш проработать. Вот. И, ребят, к слову, вполне нормальная практика. Очень часто, кстати, применяемая. Вот смотрите, вот это законченный рисунок или нет? Законченный. Совершенно законченный рисунок. Помните, я говорил, в отличие от фотографий, биологический рисунок дает возможность обратить внимание зрителя на то, что нужно. В данном случае, в данном случае передана общая конструкция и выделена та часть, на которую надо обратить внимание. Собственный череп. Так что стремиться к полному завершению во всех деталях, ну, хорошо, конечно. Но если не получится все детали проработать, ничего страшного. Проработайте одну область, как следует. Ну, это будет вот такое вполне правомерное техническое изменение задания права. Но пока прям не получается. Вот смотрите, если я вот так закрою, то форма понятна. Видно, что вот здесь у вас хорошо, вот эти полосферические выступы получились. Здесь более-менее понятно. Но стоит вот это прибавить, и все уплыло. Трудное место. Предупреждал с самого начала. И ракурс еще выбрали такой. Посмотрите, очень важна деталька. Вот здесь есть темная киневая участка? Есть. Вот эта светлая небольшая граница, отделяющая. Понятно, что это завершение глазной орбиты. Вот идет глазная орбита, да? И вот кончается таким порожком. А у вас этого нет. Нету, нету, нету. Вот смотрите, я сейчас накладываю тень под порожком. Она там яркая? Ну, есть. Достаточно. Да? После этого, после этого вот эта порожка, да? А над ним тень есть? Над ним, да. Да. Ну, она же не такая огромная. А вот сейчас увидите. Посмотрите, тень, которая лежит, вот она ограничивает орбиты. Она намного более интенсивная, чем вот эта. Согласны? Угу. Вот сейчас у вас начнет лепиться объем уже мозговой коробки с глазницей. Для этого надо сделать намного более отчетливой и понятной вот эту границу. Вот для этого нужны карандаши разной твердости или разной мягкости. Совсем маленькие кусочки, но зато очень резко отличающиеся по яркости. Ну, теперь же самые яркие места в сельсунге. Ну, а значит, надо поднять яркость вот здесь будет. Добавить яркость всегда можно. Убрать. Это не проблема. Угу. Так. Не обижайтесь, что здесь я перехватил у вас инициативу, но это правда трудное место. Угу. 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 Продолжение следует... 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 Вот до этого затылок был плоским, а вот сейчас затылочная область плоская или нет? Нет. А сейчас она выпукла с того. Вот попробуем вот здесь разобраться, вот в этой части. Я бы на вашем месте вот что сделал. Оставил бы без проработки всю челюстную часть и попытался бы понять, что такое выразительность теневого рисунка вот на этом, на том, что сделано. Смотрите. У вас не то чтобы неплохо, у вас просто очень хорошо. Ну вот теперь смотрим. Вот видите, малюсенько белое пикнуло. Да, вкусно. А дальше? А дальше вот что делаем. Вдоль линии зона возрастания интенсивности. Если я эту зону не сделаю, мне нельзя будет оправданно усилить саму линию. А вот теперь после того, как переход у меня плавный, так, я могу взять и сделать здесь вот так. Все анатомические детали ты передал совершенно точно. Так. Но после того, как я увеличил контрастность вот этих линий с полным, как стал выглядеть рисунок? Более объемным. Более объемным и более выразительным. Вот я убрал светлое. И вот здесь светлое. Когда вот так работаешь, самое главное не перебрать и не напачкать слишком сильно. Вот это уже отработка после того, как все основные вещи сделаны. Вот. Это уже завершающая стадия. Для того, чтобы показать вот эти вот ребра, чуть-чуть усилим. Сделаем даже просто более конкретно вот эту границу. Я даже ее усилить не буду. Я просто объединю все штрихи, для того, чтобы левая граница светлой плосы оказалась вполне заметна. Вот. Вот. Понятно? Попробую вот здесь вот. На затылке проделать примерно то же самое, что я здесь проделал. Так. Вполне. Вполне. И вот давай посмотрим. Я делаю совсем тонкую, но зато достаточно яркую линию. Зачем? А я подчеткиваю границы ценового объекта, контурного. Здесь не может быть распыльчатости. Граница должна быть четкой. Слегка усилим угловые тени. Так. Вот так. Вот так. я совсем чуть-чуть добавляю, да? Все остались двоей линии. вот так. Ну, разумеется, нижняя граница должна быть. вот так. Вот. А восприятие рисунка сразу поменялось. А добавлено-то ведь совсем чуть-чуть. Хорошо. Попробую вот эту часть. Моговая коробка господь снег. Попробую вот эту часть на остатке времени. Понятие, что с ней надо сделать. И будет отлично. В качестве первого варианта теневого, очень хорошего. Тень снизу, вещь, конечно, хорошая. Но тогда, если уж вы к ней прибегаете, тогда сразу придется, во-первых, дать здесь жесткую линию, чтобы показать, что это не случайный выступ, а вообще граница черепа. Разобраться с тем, что вот это за линия. Ну, если зуб, тогда у него не может не быть тени. Во-первых. Во-вторых, у него должна быть значительно более отчетливая вот эта граница. Потому что вон там-то тень, под скуловой дугой. Теперь вот здесь вот такой кусочек. Посмотрите, продолжение этой дуги уходит вот сюда. Вот видите, вот этот теневой треугольник я показываю. Видите? А вот эта светлая полоса. Это начало уже заточенного перечисленного гриба. Но если вот эта тень, эту верхушечку не показать, она вот здесь кончается, она вот сюда выходит. Вот так. У вас височный район просто не получился. И вот здесь вот, обратите внимание, внизу немножко тени. вот так, допустим. Если ты ее не изобразил, то у тебя не получился вот этой плоской площадочкой. И дело в том, что скловая дуга присоединяется к черепе здесь, через вот такую плоскую площадку. Нижняя, она, кажется, нижняя вот эта виска, более светлая. Это переход от височной ямы уже в темную часть черепа. На всех фонях она очень слабо выражена. Ну, может быть, воздействует у себя. Ну что, для первых пробуй теневого очень неплохо. Немножко почувствовал сам, как с тенями работать? Учти и дальнейшее совершенствование в твоих руках. Как можно учиться быстро бегать? Бегать. Как можно учиться рисовать? Рисовать. Вот. Мы здесь только самая основа делаем. А дальше вы сами. Ну, давайте минут 5-7 еще у нас завершаемся постепенно. Ну что, все без исключения, в той или иной степени, Немножко почувствовали, что такое теневое. А это не может не развить. Так. Вот не переборщи теперь, да? Не переборщи. Не надо здесь замазывать. Вот посмотри. Видим вот этот выступ? Да. Хорошо. 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 Вот для того, чтобы его показать. Вот давай, вот теневая полоска. И вот теневая полосочка. Так. А вот здесь наоборот. Давай-ка мы... Немножко освоим. Вот так. У основания плука с этой стороны немножко усилен. И так надо сделать с каждого. А посмотри, есть ли настолько выраженный вот такой вот выступ у основания каждого зуба. Там живых нет просто. Зато на всей челюсти вот здесь теневая полоса есть? Да. Прямо над зубами. Вот она. Понимаешь, при рисунке фантазировать, да можно, конечно. Не может художник не фантазировать. Но прежде чем возникнет способность качественно воплощать фантазию, надо сначала научиться, ну хотя бы чуть-чуть, работать согласно с натурой. Это дисциплинирует руку, глаз. Только так можно научиться делать не что получится, а что захочешь. Так, когда вот есть с чем сравниваться. А уж после того, как рука и глаз дисциплинировались, ну господи, хозяин, барин, вояй все что хочешь. Как хочешь, в любой манере. Вот, видишь, совсем чуть-чуть поправили, а может стало существенно понятнее. Ну я бы еще вот здесь поселил немножко. Вот так. На район глазницы подчеркнул. Ну, помню, помню. Так. Ну, видите, как острый гусскочил изверху. Словая зуга. И видно, что темя выступает на обвисовочной области. Но в качестве начала вполне достойный результат. Хорошо. Хорошо. Хорошо.